МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он сейчас в нашей студии. Вячеслав Степанович, здравствуйте. Добрый день. Чем вас удивила Пензенская область? Знаете, трудно удивить, потому что настолько разнообразна экономика региона, настолько много культурных ценностей памятников, в том числе недавно построенный собор, красивейший, кафедральный собор. Вы знаете, удивила динамика развития. За последний год вырос индекс промышленного производства. Валовый региональный продукт на 6% выше, чем средний по России. Доля доходов от работы малого и среднего бизнеса в общем бюджете региона более 35%. Это, конечно, не предел, может стремиться к большему, но это говорит о том, что власть региона уделяет большое внимание поддержке бизнеса. В полном объеме реализуется регуляторная гильотина, которую объявил Владимир Владимирович Путин. И, с другой стороны, это не происходит за счет интересов граждан. Здесь сочетание интересов защиты прав потребителей и поддержки бизнеса, прежде всего, малого и среднего, дают такие хорошие позитивные результаты. У вас как раз таки вот состоялся предметный разговор с губернатором региона Олегом Мельченко. Он очень хорошо известен и нашим телезрителям, потому что работал в Совете Федерации не так давно. Какие вопросы были в центре обсуждения этой двусторонней встречи? Ну, конечно, встреча состоялась такая разнопланная. С одной стороны, сегодня, являясь главой региона и непосредственно работая на земле, Олег Владимирович видит те пробелы в законодательстве, которые еще, к сожалению, существуют. И есть несколько инициатив, которые мы, безусловно, рассмотрим на заседании и комиссии Совета Федерации по формированию законодательства в сфере контроля надзорной деятельности, и на заседаниях комитетов. И этот опыт, который он с нами поделился, и проблемные вопросы, которые необходимо решать, они позволят дальше совершенствовать законодательство. Тем не менее, с помощью каких механизмов Пензенской области удается стимулировать экономику региона? Вы говорите о том, что разнообразие увидели в экономике, и этот баланс интересов тоже соблюдается. Но механизмы-то создают непосредственно местная власть. Безусловно. А что это за механизмы такие? Вы знаете, это смена инструментов взаимодействия с бизнесом. Если раньше очень большое количество проверок было, давление на бизнес, но сейчас, во-первых, по поручению президента, как я уже сказал, проводят регуляцию регулирования гильотина, и, во-вторых, Валентина Иванова всегда требует от нас, от сенаторов, доходить до каждого производителя, независимо от того, какой он по размерам, большой или маленький. Так вот, нужно отметить, что количество проверок за последний год снизилось в 9 раз. А количество профилактических визитов, то есть для того, чтобы не оказывать, а предупреждать, подсказывать, увеличилось в 15 раз. Вот за счет того, что бизнес реально почувствовал такое отношение, доброе отношение, хорошее отношение, партнерское отношение, за счет этого растет экономика, растут доходы и удовлетворенность населения жизни в регионе. Какую роль в развитии субъекта играют межрегиональные связи? Ну, кстати, мы проводили там выездное заседание нашего комитета, как раз посвященное вопросам совершенствования контроля и надзорной деятельности, и на связи были все 14 субъектов Привовского федерального округа. Более того, не просто на связи. У нас выступали на площадке представители законодательного собрания Башкортостана, министры экономического развития Кировской области, представители Министерства экономического развития Самарской области. Именно они выступали с предложением и делились опытом, как у них организованном взаимодействии с бизнесом, какие меры поддержки бизнеса, прежде всего, социально-ориентированного бизнеса, реализуются на территории того или иного субъекта. И вот такое общение, которое проходило в течение более двух часов, оно дает позитивные результаты, потому что коллеги иногда просто-напросто, как, знаете, здесь такое выражение, глаз замылился. Очевидные вещи, которые нужно делать, они просто-напросто не обращают на это внимание. А в результате обмена опытом они как раз перенимают, наверное, лучшие способы взаимодействия бизнеса с властей. А какую роль в решении социальных вопросов Пензенской области играет Совет Федерации? Ну, нужно дать должность в силу того, что, опять-таки, повторяю, что Олег Владимирович Мельниченко был сенатором, был представителем комитета. Он знает, что может, как может поддержать Совет Федерации. Недавно, ну, относительно, недавно были дни Пензенской области на площадке Совета Федерации, когда было выпущено постановление Совета Федерации о поддержке социально-экономического развития области региона. И, в частности, вот, пример, в этом году сдали две школы, которые именно по поручению Валентины Ивановны были выделены, финансированы, была проведена соответствующая процедура конкурсная и построят объект. И школы – это не единственный объект, который выявляет сейчас внимание. Вторая составляющая социальной сферы – это здравоохранение. Медицине большое внимание также выделяется, и больше для этого есть все основания. Ну, отдельно обсуждались вопросы о честных сооружениях предприятия «Маяк». И вам эти вопросы задавали даже на брифинге, по-моему, я слушал внимательно. Вот я бы хотел напомнить, что еще в октябре 2021 года Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провело плановую выездную проверку этого предприятия, которое занимается производством целлюлезы, древесной массы, бумаги и картона. И вот по итогам проверки компания была оштрафована. Но сейчас же идет реконструкция, да, честных сооружений? Вы знаете, в каком этапе все это находится? Компания не была оштрафована. То есть Росприроднадзор предъявил претензии и готовился иск на достаточно большую сумму. Но благодаря вмешательству Валентина Ивановна Матвиенко, которая поручила и Комитету по аграрно-продовольственной политике, кстати, с нами вместе в поездке был первый заместитель председателя комитета, майор Алексей Петрович, и мы вместе с ним ездили как раз на это предприятие на маях. Так вот, была составлена дорожная карта по устранению недостатков, которая сегодня выполняется в полном объеме. Владельцы этого предприятия уже около триллиона рублей вложили, еще ожидается до конца выполнения дорожной карты еще порядка триллиона рублей вложить, в миллиарды рублей вложить, чтобы отреконструировать и сделать вывоз продукции абсолютно экологически чистыми. То есть работа сейчас в графике. Все в графике, все по плану. И губернаторы это контролируют? Регулярно. Он не реже, чем раз в месяц приезжает туда совлечь, чтобы убедиться, как идет процесс. И надо сказать, что первое, что сделали, локальные честные сейчас установлены во всех цехах, во всех производствах, а крупные, глобальные, которые требуют огромных инвестиций, они будут сделаны до конца этого года. В заключении вопрос, по завершении поездки в Пензу, будут ли приняты какие-то нормативные документы, решения, резолюции? Мы выносим на заседание комитета решение об итогах поездки комитета на территории Пензенской области. В том числе с поручениями и с предложением к сенаторам обратить внимание на те инициативы, которые могут стать законопроектами и последующими законами, которые появились у нас во время поездки, посещения предприятий и встречи с руководством Пензенской области. Этот документ будет в открытом доступе? Да, все документы в открытом доступе. Спасибо, Вячеслав Степанович. На наши вопросы отвечал сенатор Вячеслав Тимченко.